Всем привет, мои дорогие любители карточных игр и игры InScription, с вами Роу ТВ. Мы продолжаем проходить эту странную игру, и у нас уже вторая карта. Мы смогли победить прошлого босса, я не особо помню как его зовут, вроде его называют... Ну, хоть знает, короче. И мне в комментариях написали, что обычно все блогеры интересуются, что это за волк в клетке стоит сзади. Я, конечно, не знаю, как рассчитывать это как комплимент, что я уникален такой, блять, мне неохота узнать. Да я даже как-то не обращал внимания этого волка, поэтому давайте посмотрим, что это такое. Ну, блять, это волк в клетке, просто что с ним мне делать, я не понимаю, что нужно с ним делать. Я бы, конечно, узнал, я бы, конечно, хотел узнать, почему он в клетке. Давайте потушим свечку, или, может быть, тут погоди, что тут можно сделать? Давайте потушу свечку, я типа сразу умру, да, пустовую свечку потушу. Тут какой-то пар. Может быть, нужно как-то вести это все дело. Может, какую-то кнопку на... Блять, извините. Так, я не знаю, я потушил свечку, но я не знаю, что это дает. Череп какой-то... А, зубы, отлично. Может быть, и тут что-то есть. Какая-нибудь маленькая хуйта такая. Я не знаю, почему он в клетке, и что мне нужно с ним сделать, дорогие дурья. Подскажите, пожалуйста, зубы я нашел, окей. А с волком я разобраться не могу. Я могу вот только потыкать, и все, собственно говоря. Ничего такого нет. Так, давайте рассмотрим что-то еще есть. Ножик какой-то. Так, и... Не знаю, какая-то конструкция с белкой, или что это такое. Ножик тоже можно взять. Но... Не берется он никак, блять. Так, это мы уже разгадывали. Сейф у нас... Ну, фигурки еще есть какие-то. Фигурки, ладно. Это я не знаю, что это такое. Я так и не разобрался. Вот часы, блять, еще. На какое-то время их можно перевести. Слушайте. Ну, блять, я не знаю, какое-то время. Видимо, тут карта еще одна лежит. Вот про это я говорю. Короче, горностай. А на какое их время поставить? Давайте все на 12. А, вот. Подошло на твой палец. Кольцо какое-то. А снизу почему не открылось? Так, смотрите. Мы получили какое-то кольцо. Пару зубов. Ну, смотрите. Это довольно полезная штука. Так, а тут еще есть молоток. Тоже какая-то хуета. Ну, ладно. Дорогие друзья, если я что-то могу сделать еще, обязательно пишите. Ну-ка, уйти можно? Дверь закрыта. То есть никак не выйти. Я чувствую, что мы еще выйдем. Ну, с волком я ничего не могу сделать. Тут еще бочка какая-то есть. Все, я вот тут все уже поджимал. Давайте играть дальше. Так вот, мы остановились на том, что мы с вами убили старателей. Вроде вот так его зовут. И идем уже в какое-то дальше путешествие. Давайте посмотрим, что. Опять, я забыл уже, что за колода и вообще, как мы играли. Поэтому давайте будем осторожно проходить все миссии. Так, нам дают три карты на выбор. Я даже не уверен, что это такое. Я тоже не уверен, потому что какой-то эффект непонятный. И если нажать на ПКМ, то тут зеркало через карты на столе. В общем, я не понимаю. И брать какую-то... Что это за кнопка? Так до сих пор мне никто в комментариях не написал. Прископленный красивый король. Когда его гнездо усомнет, ты получишь четыре кости. Но кости нам особо не нужны. У нас тотем есть вроде как. Поэтому я не знаю, что вот это такое. Черепаха у нас уже вроде как есть. Поэтому мы возьмем эту хуйню. Я как-то знаю, что она делает. Давайте посмотрим. Там его разделка. Зеркало. Будем надеяться, что оно как-то копилось. Какие-то грибы не ходил. Давайте посмотрим, что это такое. Что за грибы, блядь? А, вот! Такие же грибы, которые там были. Ты оказался посреди густой грибной рощи. Поищурищийся сквозь облако спортера для фигуры. Мы микологи, да? Да. А, две башки у него. И мы проводим эксперименты вдали от... От... В других местах нам не рады. Мы поэкспериментируем над твоим зверинцем, да? Нам нужно два одинаковых существа. Каждый знак возьмем по карте. Так. Вот незадача. У тебя нет... Нет дубликатов. Возьми одну из наших карт. При следующей встрече воспользуемся ею. О, нам просто карту возьмем. Так, зоркая жаба отбиваться. А, ну он нам даст карту, которая у нас уже есть, да? Я так понял. Да, это у нас уже есть. А-а-а! Вот эта штука, значит, означает, что у нас уже такая карта есть в колоде. Я понял. Так, ну давайте еще одну жабу. Она защищает от полетов. Это заебись. То есть, типа, они какие-то эксперименты могут поставить. Так, и вот этот значок, это вроде с тотемом. Это как его игра. Такой же будет тотем чувака. О-о-о-о! Тотем кокушки, я буду так называть. Волк в клетке. Может быть, нужно, чтобы он сдох в этой игре? Ну, типа, тогда получим. Так, давайте я рассмотрю сначала карты. Главное, анализ сначала. Не нужно спешить. Итак, у нас есть летучая мышь. Значит, следовательно, нам сюда нужно поставить жабу, которая защищает нас от... Ну, вы поняли. Так, но, к сожалению, у нас нет жабы. Блядь, это печально. Так, у нас тут есть... А, они все летают. И у них какой-то эффект. Карта с этим символом отнимает у существа напротив одной соединицу силы. Ой, сложный бой, я хочу сказать, дорогие друзья. Я даже не знаю, как выступать. Из всего у нас только щипцы есть. Мы можем защитить... Давайте попробуем вот эту карту. Будем надеяться, что она что-то сможет сделать. Воспользуемся белкой и воспользуемся этой картой. 0,3. Это хотя бы силу не заберет. А что она? Что она берет-то не понимает. Я не понимаю, какой у нее эффект. Что она берет. Тут заляпано все. Тут никак не почистить. На первом ходу нельзя брать карту. Логично, блядь. У него все карты летают... Ууу! Две единицы сила. Что делает эта карта? Я не понял, почему они закрылись, но я уважаю это. Потому что у меня есть дополнительное время. Так. Хуй-то. Нет, нам сейчас это не нужно. Это все говно какое-то ебаное. Нам нужно две белки, блядь. Так. Блядь. А мы уже лусы. Она с ней нам будет хуярить куда угодно. Это лус уже, блядь. Так, ладно. А! Тут у пик-то защита. Все понял, отлично. Тогда мы берем белку. Да. И теперь эта хуярит хуйня. 2-0. О! Нет! Блядь, я думал они один ход пропускают. Сука, пиздец. Минус один. Минус один. Чуваки, я извиняюсь. Когда же объявится достойный соискатель? Да, блядь, это был трудный бой. Блядь, пацаны, проебало. Так, ладно. Давайте мы сюда пойдем. Что такое крестик? Вот мне интересно узнать. Я еще не ходил сюда. Так, выбрать карту. Каминский. Каминский? Я такую карту не задал. Изворотливая выдра. Когда я хожу, она ныряет. А, вот этот эффект. Амфибия. Когда противник... Когда ходит противник, карта с силом ныряет вглубь. При этом, существенно против могут таковать владельцы карты напрямую. А-а-а! Вот что за эффект. Окей, я понял. Так, ребрикстанину, если на него кто-то тронется, у тебя в руке появится пчела. Ну, кстати, пчела это хорошо, я считаю. У нас будет... У нас будет дополнительная пчела, а пчела, у нее есть эффект полета. И она может нанесить удар. Так, давайте посмотрим, что за крест. На пути тебя встретились знакомые камни, но что-то в них изменилось. Интуиция подсказывает тебе, что выбранное существо ждет неприятная судьба. Пожертвовай существу. Остановись, делай что должен. То есть мне нужно взять какое-то бесполезное существо. Я знаю, вот это возьму. Ты бежал, снаоборол, чужую жизнь. Хуйта погибает. Ха-ха! Звучит круто. Значит, так и должно быть. Однако, повелители костей удовлетворила твоя жертва. И... Скромный дар повелителей костей в начале каждого раунда дается дополнительная кость. Вау, это круто! Ты стряхнул себя внутренне с бедного животного и продолжил свой путь. Ну, неплохо, хотя бы что-то. Это гораздо полезнее, чем, блядь, 8 костей. Так, и у нас второй босс. Блядь, вот второй босс это пиздец будет, наверное, думаю. Так, да, черепушка. Из-за мерзкого запаха ты едва не вздохнулся. У озера сидел огромный мужчина. И его ноги были погружены в темную соленую воду. Питерскую, видимо. Он вытащил крюк из кучки протухшей рыбы и встал на ноги. Вау! Я рыболов! Ловись, рыбка! Большая и маленькая, надеюсь, не буду. Так, одну кость нам дали. Что же у нас за бой будет? Я надеюсь... Кстати, я надеюсь, что если мы победим, то у нас свечка восстановится. Так. Зимородок. Он летает, плюс это еще по-пидораски. Ой, это еще амфибия. Когда ходит противник, кажется, с этим символом ныряет вглубь. При этом, существенно, против могут атаковать владельцы карт напрямую. То есть, погоди, ее никак не завалить, что ли? То есть... Ну, это на самом деле хорошо, потому что он ничего не заспавнит. А мы будем ее в лицо хуярить. Отлично. Так, ладно. В общем, спавним тогда... За жабу сколько хп? Ооо, вот это нормально. Так, спавнем белку и жабу. Сразу будем жестко хуярить. У него две хилки. Так. Все, хуярим. Минус два! Как тебе такое, пидораски? Ага! А, она еще минус один делает. Так, ну, какую рыбку трудно будет? У нас защита есть, если вы помните. Какую рыбку трудно выбрать? А-а-а! Чего, блядь? Так, во-первых, Амвиба, второй клюв какой-то появился. Так, нам нужна белка обязательно. Белка и свежая рыбка. Не трудно выбрать. По-пидораски, вот что я хочу сказать. Новая рыбка, не трудно выбрать. Да, вот это вот клюв. У меня две краски будут птицы. Ой, и пчелы потом. Минус два! Как тебе такое, по-пидораски? Так, у него шаба тоже. И он мне минус один наносит. Ех, блядь! Вот хитрец! Но сейчас будет минус два ему тоже. Так, у нас три кости, один зуб. А мы можем выиграть, если... Сколько нужно еще? Не понимаю. Блядь, ну хорошо, ну хотя бы двоечка. Так. Надо осторожно брать карту или белку. Брать карту или белку. Возьмем карту. Гриффиндейка. Ой, мощная карта. Ох, мощная карта, хочу сказать, дорогие друзья. Так, но улита не атакует. Ха-ха. Поэтому, минус два, я выиграл. I'm a winner. Блядь, и прикиньте, мы же второго босса победим. Ловись, рыбка. Так, о-ой, крючок заспаунил. А, смотри, у него все очистил. Так, ведра с наживкой, а что он дает? Так, не знаю пока, но у него все карты утошли куда-то. Поэтому мы берем, пока что берем белку. Как раз-таки мы две белки завалим и гриффиндейку еще заспауним. Так, ну нам... А, волка в клетке и гриффиндейку. Все, нормально. Минус два. А, остаточный урон-то будет? Ловись. Блядь, акула, ёп твою ж мать. Минус четыре. А у него остаточного урона не будет? Волк в клетке. Может быть, все-таки нам его заспаунить волка-то в клетке? Давайте попробуем. Мне интересно, что будет. Он... У него нет остаточного урона. У нашего врага. Сколько костей? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть. Еще две нужно. Блядь. Ух, я еблан-то. Ух, я еблан. Так, ну ладно. Так, получается, ведро не трогаем. Я понял. Там спавнится акула. Пускай она стоит пока. Так, берем карту. Олененок. Минус один. Так, ладно, я понял. Нормальная тема. Так, мне интересно, что будет, если волк в клетке сейчас сдохнет. Все-таки заспаунился. Я думал, что не будет такого. Ну, отлично. Так, и теперь получается белка. И теперь получается белка. И теперь получается вот такая хуета. Она сейчас налево как раз таки. А там нет никакого ведра. И гриф индейку. О, пацаны, это будет вин. Кто тащит? It's me. Ког Джонсон. Блядь, какая же крутая игра. Мы победили его с первого раза. Позволь мне зажечь снова твои свечи. О, thank you very much. Так, опять же, редкая карта, дорогие друзья. О, это был самый. Просто вот я уже, вот понимаете, я на опыте уже. Вот прямо вот прошел вот карьеру самого маленького нуба. И теперь уже играю реально достойно, хочу сказать. Реально достойно. И, кстати, мы сломали клетку с волка. Мы получили волка. Это замечательно. Так, ну ладно. Ты можешь выбрать редкую карту. Почему, интересно, в этой клетке не написан ее эффект после того, как сломается она? Так, странная личинка. Псовые, копытные, рептилии, пернатые. А, это насекомоноподобные, в амальгаме и все. Это, опять же, из Херлстоуна спиздили. Там есть тоже такая карта, которая называется... Все существа. То есть, в одной карте абсолютно все виды существ. И это полезно для тотема, я думаю, эта карта. Скучный гек. Может, ты найдешь ему применение? Ну, 1-1. Давайте вот это возьмем. Он все-таки нормальный. Мы, я думаю, с белками пока разберемся. Победили. Ты захотел взять улов у рыболова, чтобы перекусить, но тебя отпугнул едкий запашок. Суженам придется подождать. Кто батя и я батя? Дай-ка взглянуть. Новая карта. Ты... Твои легкие пронзил неприятный ледяной ветер. Красота падающего снега не смогла отвлечь тебя от дрожек в костях. Ты поднялся на снеговую линию. Бля, дорогие друзья. Мы, походу, начинаем тащить, я хочу сказать. Я, кстати, не знаю, сколько таких тропинок. И мне кажется, что если мы проиграем, то мы будем начинать все сначала. Поэтому проигрывать нельзя. Я хочу сказать. Мы за 15 минут управились с этим боссом. Давайте мы посмотрим, можем ли мы что-то тут еще сделать. А, вот смотрите, волк освободился. Бля, дорогие друзья. Мне кажется, я все уже начал понимать. А что, можно обратно поставить? А что с ним делать-то, я не понимаю. Может, а, может, удавил поставить, да? А, ну вот я. Наконец-то ты вырвал особый кинжал из беличных лапок. Возможно, ты об этом скоро пожалеешь. Бля, это печально звучит. Что мне дает этот кинжал? Это инструмент какой-то? Так, кстати, тут еще какая-то... Какой-то, блядь. Так, загорелась лампочка. И что это я сделал сейчас? У него глаза загорелись. Пока что не знаю. Так, а может быть ножиком можно сковырнуть эту тему? Нет, нельзя. А фигурки нельзя поковырять? Ну, волк особо... О, еще зубы. Тут надо заходить, это как дневной бонус. Так, а эти загорелись? Нет, не загорелись. Я что-то лампочку потушил? Ладно. Давай убьем тебя. Нельзя. А может, дверь можно вскрыть ножиком? Нет, дверь вскрыть ножиком нельзя. А может быть, отковырять тут что-то можно? Нет, нельзя. Ладно, продолжаем играть. Так, у нас какая-то пещера. Давайте посмотрим. Так, а, это я помню, что такое. Это испытание. Так, испытание здоровья. Утром случайно карт, свободность должна быть как минимум 6 единой здоровья. Испытание костей. Утром случайно карт, свободность должна быть как минимум 5 костей. Испытание родства. Две из трех случайных карт должны выказаться в родстве. Давайте здоровье попробуем. Да, начнется испытание здоровья. 2. 4. Во, я победил. Я победил. Опять же, я победил. Я все понимаю. Ты прошел. Так, и случайная мощная карта. Так, амфибия, которая хуярит нормально богомолы из... Ну, конфу панда, видимо, это смотрели. Да, я думаю. Так, да, амфибия-то ныряет, и зато потом хуярит. Я понял. Тоже хорошая карта. У нас, кстати, такой нет. Я так и не понял, что эту хуйню делать, но у него было 2 едницы здоровья. Доставляю свою жертву. Когда карта с этим силом приносится в жертву, получаете 3 капли крови вместо одной. У нас уже есть такая карта. Зачем она нам еще нужна? Олень, с которой хвост. Это еще не дает. Давайте богомола возьмем. У нас слишком мало карт, которые... Эти... Ну, короче, маленькие такие карточки. Давайте в портфель заглянем, еще больше карт поднимем. А, это вот. Ой, ой, нет, это трогать нельзя. Ну, вы знаете, русского человека, он, конечно же, должен взять это. Но я не буду брать, потому что ножницы мне... О, кинжал у меня появился. Это, видимо, собежевать кушкурку. На всякий случай возьмем ножницы. Всякий момент. Главное... Не надо никакого рандома, блядь. Нам нужно именно победить. А ножницы мы уже знаем, как работа. Нахуй нам это надо? На пон, блядь, хотел взять меня. Кислоту свою какую-то. Так, карточка. Замечательно. На нашей стороне пихта. У него тоже пихта, которая не дает летать. Олененок. Который надо завалить. Еще один олененок, блядь. Мы только одного сможем захуярить. Так, ну, тут все обычно. Белку спауним. И жаба. Минус два. Остаточный урон будет? Не знаю, будет или нет. Так. Перемещается по-пидораски. Так, ладно, берем белку и берем вот эту хуйню. Она может как-то помочь нам. На одну единицу. В бой. Минус два. Так, олень, пиздец. Три, два оленя. Олень мощный, на самом деле, я хочу сказать. Поэтому. Может он типа отражает силу оленя, наверное. Так он-то работает. Так. Карта, не карта. Давайте нам карту. Может повезет нам? Вау. Да, уж нам не особо повезло. Две единицы. Мы сейчас ему нанесем. Потом он две единицы нанесет нам. Но мы не умрем, как минимум. Поэтому давайте мы так сделаем. Да нам всего-то одна единица нужна. Для победы, да, я так понял? Может быть нам воспользоваться клещами? Или что там у нас? Ну-ка. Блядь, не хватает, сука. Ну ладно, давай. Два. Так, блядь, проблема в том, что сейчас он будет... О! Вот это хорошо. А, нет, нехорошо, нихуя. Мне же некого заспавнить. Белку, ну я буду пытаться. Гриффиндейка, сука. Так, пик-то. Лучше бы я черепаху взял, блядь. Так, а нам хватает уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну смотрите, сейчас мы возьмем белку. Плюс одна. Бляха, муха, он сейчас два единицы урона нанесет, и у меня вот эта хуйня уже все. Не знаю, я не знаю. Блядь, как же мне костей не хватает. Мне бы сейчас еще одну белку, и тогда бы я уже выиграл. Вот все, именно. Так, а я использую предмет, я как-то не очень хочу. Ладно, давайте пока пропустим ход. Я не хочу проебывать. Блядь, минус три. Ебать! Так, еще одну белку. И спавним. Так, и спавним. Спавним кого? Спавним кого? Ну, во-первых, мы так, три и три кого-то можем убить. Да, можем завалить. Давайте черепаху заспавним. И вот так вот. Да, сразу два. Плюс два. Замечательно. Он сейчас переместится. И мы будем хуярить его. Но он потом будет перемещаться. Возьмем еще одну белку. Не будем рисковать. Так, индейку пощупили. Ну, мы все, выиграли уже. Выиграли уже. Белку. Две белки спавним. Испавним амальгаму. Все, мы вин. Блядь, зря я использовал клещи. Они бы нам потом помогли. Ооо, сколько зубов я поднял. Так, ладно. Опять же, испытание или капкан? Испытание не нужно. Давайте капкан. У нас много зубов как раз-таки. Давайте на них купим что-нибудь. Шкурки буздаров. Да, у нас много зубов. Давайте. Ох, ебать у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ебать. Золотую шкурку берем сразу же. Тринадцать. И еще вот такую шкурку. Заебца. Три шкурки. Прям много благодарен. Конечно, благодарен. Потом шкурки обменяем. Где речится по дереву у нас? А, вот она, кстати. Следующая, блядь, да? Она берет... А, это по тотемовой хуйне. После того, что пауза начала раскладывать свои фигурки. Так, какой тотем возьмем? Давайте возьмем хвост. Он поможет нам. Так, бурундук, да. То есть, получается, сейчас с каждой белкой она у нас будет спавнить хвост. Это будет выгодная игра с тотемом или просто игра? Нахуй мне игру с тотемом, она более сложная. Давайте обычную игру. Так. Ну, что там у нас? Да, белка у нас получается. Теперь мы, если мы спавним белку, то она хвост оставляет, что довольно круто. Так, кто это такой? А, это клуб... А, что у него на рожу какая-то маска? Еще из игры Фредди, блядь. Так, тихо, ладно. Это олененок у нас. Пчелиные улей. Клоп, вонючка. Так, ладно. Давайте мы сделаем вот так вот. Вот так вот. Потом мы две пчелы получим. И клопом, вонючкой, минус один. Все. Так. Значит, получается, ноль будет наносить. Все, отлично. Пчела. Получили пчелу. Так, пчелу мы... А, нужно взять карту. Возьмем еще одну белку. Так, она хвост заспаунит. Вот. А, она не заспаунит, сука, хвост, блядь. Совсем забываю. Ну, ладно. Минус два. Блядь, у нас олени жесткие. Нужно сейчас хуярить полетом что-нибудь такое. Так, улей пчела. Им еще кость одна. Замечательно. Так. Нам жестко нужны белки. Но спавнить белку мы не будем. Спавним пчелу лучше. Минус один. Еще, блядь, одна победа. Ой, минус четыре. Это все. Это отводит наши весы в другую сторону. Так, ладно. Он за пчелой будет. А мы пока амальгалы используем. На вот этой хуйте. Замечательно. Все, играем дальше. Так, это больно. Так, хвост заспаунила. Отлично. Вроде выигрываем. Блядь, нам нужны карты, которые... Нет, этого спаунить нельзя. Вы что, вы что, вы что? Она нам понадобится потом. Так, вот тут наши инструменты нам понадобятся, я хочу сказать. Ножик. А что это карта? Блядь! Это что такое было? Хочешь верить, хоть нет, но ты не первый, кто лишился здесь глаза. Полуслепой, играть не очень весело. Быть может, ты хочешь новый глаз? У него разные эффекты, блядь. А, это победа автоматическая. Блядь, надо было использовать. Я не знал, пацаны. Я не знал. А наработка кинжал, которая освеживает. Ну, слушайте, я победе так-то рад. Нам нужен новый глаз. Так, а вот это что такое за глаз? Найди спасение в часах с кукушкой. Лучше? В любом случае, выбор окончательный. Это, короче, подсказки видно теперь, да? У нас какой-то... А, смотрите-ка, он показывает теперь все подсказки. Ебать! Так, ну-ка, давайте-ка. Так, вот тут вот. Вот так вот и вот так вот. А что за пятна? Погоди, нам нужно выбрать... Вот, вот так вот. Вот, все, замечательно. Малороса Волк, возьми пленку, пока он не видит. Давай! Что ты там делаешь? Повернись ко мне лицом. Какую ЧП? А, пленка вот. Что ты там делаешь? Да я пленку, чувак, возьму. Все, все, все. Так, смотрите, тут все, тут все, типа, подсвечиваться теперь, то, что мне нужно. Какие-то капли крови тут. Ммм, вот это уже интересно. Бля, я не зря ты кинжал освободил. Я еще и бой выиграл, вы представляете? Это очень подручно. Так, ладно, это мы уже видели. Значит, получается... Ну, на их полном нужно просто играть. Пока что. Нам подсказали, что спасение в часах с пупуш... С пупушкой, блядь. Так, мы выиграли. И, получается... Выить нельзя? Ладно. Мы потом еще узнаем все секреты, да? Я так понял. Фу. Так, давайте еще сыграем один бой, я думаю. Нам хватит еще времени. Возьмем бонусы какие-то, нет, у нас-то есть. Так, покажи мне свои отмены шкурки. О! Отлично! У меня краски есть много шкурок. За эти шкурки. Так, за эти шкурки. Я думаю, нам понадобится опоссум. Он всего лишь за две кости И один-один Нормально, члены улей у нас Так, ладно, берем его И получается на вторую мы берем Воробей Летающая карта, тоже неплохо, давайте возьмем Улей у нас уже есть Неужели это золотая шкурка? Великолепно Вау, какие крутые карты Так, рандомный эффект Аморфность, когда вам достается карта с этим символом Этот символ заменяется на случайный Интересно Так, это у нас уже есть Вьющная крыса слишком долго Поэтому давайте амебу Она задвестует, и там может быть случайный эффект Благодарю тебя, блядь, охуенно Так, идем дальше Значит, у нас еще одна рандомная карта Что за жалкий опоссум Какой-то у него эффект Бутылка с замерзшим опоссумом По пользу для вашей руки появляется замерзший опоссум Замерзший опоссум, тело 0, здоровье 5 Разморозка Нет, нам это не нужно, вот кости и белка Они сейчас полезны, давайте мы Возьмем белку, потому что помощью белки Можно кости получить Я не знаю, что вот это такое Провал Пользуятое ничего не произойдет Эта банка со слизью никому не нужна Ха-ха-ха-ха Серьезно? Так, ну ладно Давай тогда возьмем это Блядь, может с помощью справочника было Прочитать, серьезно? Так, ладно Ну, видимо, рассчитан на те, кто не читает Сразу действия приводят Так, колоду все больше и больше Белка у нас имеет эффект Я благодарен тебе У тебя все хорошо? У меня все очень плохо? Я застрял, смотрите, он все квадратный Квадратный, он вообще на печеньку похож На игровой карте Я вижу А я, разумеется, придумал Как можно еще раз сбросить игру Да? Продолжай У нашего игрока Уже есть ключ Так, у нас уже есть ключ Как сбросить игру Я понял, но Видимо, опять же, мне нужно догадаться Блядь, я не люблю думать Я очень глюпый Так, опять же, олененок На нашей стороне пихта Малорусый По-пидорасски Так, горноста Ну, кстати, у нас довольно хорошая карта для начала Я заметил, что с одной из они очень хорошо подходят Поэтому давайте мы пока хуярим олененка Следующий ход у нас приместится сюда, карта И мы сюда поставим кого-нибудь Пускай пока пихта будет Две единицы Две единицы Три единицы Давайте вот это пока выставим Не дам Не дай мне умереть А что с картами? В бой Два Так, минус один Хуярит Ах ты Ай, блядь, он перешел сюда Я думаю, он перейдет сюда Так, ну ладно Это, в принципе, особо не важно Мы берем белку и спавнем волка Ну вот Ну да Так, ладно Хуярим Минус два И еще остаточный урон Уже победа Олень Но олень не дал Как? Как? Я Блядь Там у него хуя 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 пэта было Как их убили-то? Опять что ли подыгрывают Как будто что-то кто-то Так, ладно Олень Блядь, ладно Берем белку Я не понимаю Что делает этот эффект Давайте вот так вот Заспаунив А он ничего не делает, блядь А почему сейчас он ничего не делает? Так Ой Все, дела очень А! Он реально копирует силу Все, я понял Так, мне нужно Что-то связанное Блядь, я не знаю Я не хочу Мне бы оленя вот убрать сейчас Он нанесет сейчас критический урон Ну ладно В принципе еще не критично А потом будет критично Блядь, дикобразно надо еще завалить Ладно Хуярим Крот какой-то А крот не носит Ези с урона Так, вот сейчас уже важно Сейчас уже очень Так Берем белку Белку спавним сюда Что-то спавним воробья И разрезаем карту Все, у нас слишком Так Идем дальше Так Блядь, да еб твою ж Суку Ну давай, что-нибудь выпади Жаба, да блядь Хуйта Минус один Блядь, олень уже полноценный Лось Блядь, лось Все, это Это фоу Я не хочу проигрывать еще раз Вы что, пацаны Смотреть больно Согласен Смотреть больно Так, давайте возьмем бонусы Так У нас уже там третий босс Опять же нам дают лося Сорока Неплохо, кстати Вот сороку бы я взял У меня ее нету А что лось В конце хода владельца Карт с этим символом Примечается в сторону Изображенную На символе Изображенную на символе А также Толкаются эти карты Что-то на пути Но это то же самое Что и обычное Я понял Типа Как олень Только он еще Наукает карты Он очень дорогой Я возьму сороку Хотя Но сорока Она больше пользы Мне кажется Принесет Так Грибы Пришурить шифт и разведок Это у нас Да Это два одинаковых карты Но у меня вроде Опять же нет карты Одинаковых А, все-таки есть Две жабы Это будет неприятное зрелище Не смотри Ой, блять Так Это жаба Два в одном Довольно интересные у вас Услуги, мистер Так И следующий бой Я думаю, что Давайте просто посмотрим Опять же Босс Пред тобой Ставил человек Которого ты уже Узнал Моментально Ты был охотник Ты потянулся к его товару Но охотник тебя остановил А, да Прости, но сегодня Ты подаришь мне шкурку Ох, по-пидораски Он нас обманул Так, ладно Дорогие друзья Так Оу Хорошие эффекты Хочу сказать Прикосновение смерти Он нам понадобится Еще и за две единицы кости Ну что ж, дорогие друзья Думаю, на этом мы закончим С вами Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Че это такое, кстати? Ноль каких-то хуевен Почему-то Ладно, короче Подписывайтесь на канал Ставьте лайки В следующей серии Мы уже будем пробовать Убивать охотника Надеюсь, что мы выиграем Очень надеюсь Потому что я не хочу проигрывать Также отпишите Есть ли конец в этой игре Типа именно вот По картам Есть ли То есть если вот так вот Идти и выигрывать Будет ли конец А пока что, дорогие друзья Всем до скорого И всем пока Подписывайтесь Также на дискорд Всем привет, дорогие друзья С вами Арал ТВ И сегодня я хотел бы Рассказать по поводу конкурса Я бы хотел повторить Своё описание По поводу конкурса Из-за того, что Некоторые люди Не понимают Как в нём участвовать Немного поподробнее Описать данную ситуацию Я под каждой игрой Который участвует в конкурсе Обязательно Пишу ссылку Конкурс И ссылка вот на эту форму Поэтому я бы хотел вам Рассказать Как участвовать в конкурсе Первое Это ваш никнейм Тут должен быть Ваш никнейм Который Написан на ютубе Он также должен совпадать С ссылкой на профиль ютуб Для проверки Второе Это социальная сеть Ник Тут нужно сделать Репост моего видеоролика Любого видеоролика Из плейлисты С игрой Которые вы делаете Например Твиттер Вконтакте Или другая социальная сеть В которой используется Система постов И поделиться Ну вы поняли, да? И тут нужно Оставить ссылку На вашу социальную сеть Также желательно указать Какая социальная сеть Третье Это предоставить ссылку На профиль ютуб Для проверки лайка Для этого вам нужно Разрешить плейлисту Понравившийся Показываться В вашем профиле По стандарту он и так Показывается Поэтому вам нужно Просто ставить ссылку На свой канал И последнее Это игра В которой вы участвуете То есть игра В которой участвует Конкурс Вы пишете название игры А также пишите Комментарий Я участвую И после этого Будет конкурс Из-за того Что конкурс Проводится довольно редко Я думаю Что призовой фонд Повышается От 500 До 700 рублей Это будет небольшой Мотивацией для вас Также не следует Участвовать Никаким фейковым страничкам Это очень легко проверить Страница должна быть Состоящей и реальной На ней должны быть Реальные фотографии Или хотя бы Она должна быть активной Вот и все Участвуйте в конкурсах И побеждайте Всем спасибо Всем до скорого И всем пока